Исторический момент, хороший момент исторический, потому что, встречайте, наш огненный битфеникс оранжевенький, которого было вложено души очень много, причем ни одного человека, прямо сейчас будет отправляться в Курскую область, село Паники, чтобы он был вручен многодетной семье. После стольких лет, всегда. Человек — это жизнь. Эти три апельсинчика — события, которые его окружают. Только от человека зависит, насколько все красиво будет. Можно продолжать долго изящно жонглировать, а можно растеряться и все уронить. Так вот и с нашей благодарительной сборкой когда-то такое получилось, друзья. Я вас приветствую, город Белгород на связи. И да, да, это именно он. Это тот огненный феникс, который порвал сердца многим людям, в том числе и нас. Та идея, которая должна была, знаете, начаться красиво и закончиться изящно, получилось, что целая драма развернулась вокруг этого аппарата. Напомню, для тех, кто не в курсе, этот благотворительный системничек должен был достаться семье. Он ей достался, они его продали, купил его перекуп, потом забрали у перекупа. В итоге целая череда событий душесчипательных, которые привлекли этот системничек обратно к нам сюда. И Дима, парень, с которого все начиналось, действительно его привез, ему понадобилось денежки. Мы этот системчик забрали за 45 тысяч рублей. И сейчас будем вместе с вами думать, что с ним делать. Никто не видел, как я съел апельсинчик. Что делать с этим грандиозным аппаратом? 45 тысяч рублей сейчас приинвестировано. Я искренне рад, что в итоге он у нас. Теперь задача, друзья, вам прямо сейчас, прямо в начале ролика подписаться. И написать в комментариях, что же с ним нам сотворить. Есть несколько вариантов, безусловно. Мне огромное количество людей писало, говорят, можно я вас, пожалуйста, куплю. Напомню характеристики. i5-9600K. 32 гигабайта DDR4 памяти. Мне уже 32 гигабайта не впечатляет. Когда там 76, 128, 32 гигабайта оперативная память. Добавите, если что, потом. 4 терабайта. SSD-шка. 10,60 видюха. Красотень. Просто красотень. То есть, два варианта. Если кто-то хочет... Да что, какие варианты? Пишите в комментариях, что с ним делать. Самый пролайк на комментарий. И мы это и будем делать. Других вариантов нет. Но я к тому, что... Я 45 тысяч рублей сегодня за это дело дал. И у нас не так много денег, особенно в связи с переездом. Чтобы ими раскидываться. Конечно, вы, если напишите, просто подарить. Мы, наверное, просто подарим. Но давайте какой-нибудь такой оптимальный вариант. Чтобы мы тоже совсем в минус не ушли в этой всей ситуации. Потому что кто только на этом системнике уже не заработал. Спустя столько этих событий. Ладно, друзья. Просто знайте, что он вернулся. Значит, какое это продолжение истории. Все-таки, знаете, это жонглирование событиями. Она к чему-то приводит. Из быстреньких моментов. Что мы сегодня с вами будем смотреть, чтобы вам было интересно. Во-первых, остается 53 минуты. Я докачивал Cyberpunk на вот эту основку. Помните, вчерашнюю красоту 1070 видеокарточка от Aorus. Сейчас связки здесь прекрасно функционируют. У нас, причем, кулеры. Просто в данном случае, если у вас не закрепить, просто термопазочку намазываете. И хорошо вакуум оно, кстати, присасывается. То есть у нас температура сейчас 50-60 градусов. На зиончиках вообще без проблем. 76 гигов оперативной памяти. Мы затестим обязательно, как я вам и обещал. Просто, чтобы вы насладились визуальной красотой. Посмотрите, какая штука. Это мой друг-мастер. У него своя мастерская, комиссионочка, магазинчик. Нам подогнал для того, чтобы мы на стену вешали. И вы просто окунитесь в эту ерундень. То есть просто дикая дичь. Посмотрите, какая... Вот где настоящий двухсокетный монстр. Я даже не знаю, что это такое. Это... Не, я знаю. Обманываю. G5, кажется, макбукчик. Какой макбукчик? Коробка огромная. Компьютер полноценный. Это, да, макинтош. И посмотри, какой... Я даже не в курсе был, то, что какие радиаторы. Водянка с помпой стояла изначально на этих аппаратах. А просто балдеть. Вот эту штуковину мы на стену залипим как-нибудь. Вот это, понимаю, эксклюзив. И главное, что частички друзей будут на местах. Это тоже в сторонку откладываем. Напишите, если у вас такая же дома стоит, и вы на ней капусту режете. А сегодня я хотел вам показать вот какую ситуацию. Ну, для начала просто. 14-19 заказик. Друзья, посмотрите, как себя ведет. Давайте вместе разберемся, что с ним происходит. Он ведет себя вот так. Пришла молодая... Не молодая, вернее, пара. Знаете, категория клиентов, которые, назовем так, самые недоверчивые. Это... Ну, я так просто по ощущениям их называю. Это люди в возрасте, наверное, от 40 до 50. Которые не сильно соображают в компьютерах. И при этом у них есть вот это ощущение, знаете, то, что это люди, которые... Хотелось бы сказать, то, что, знаете, прошли через МММ. То есть есть какое-то вот такое внутреннее недоверие. Я интуитивно это просто ощущаю. И когда человек заходит, видно то, что они ходят обычно парами. В том плане, что, знаешь, друг друга подстрахуют. А вдруг, говорит, я сама схожу. Он говорит, нет-нет-нет, я с тобой схожу, чтобы, не дай бог, тебя не обманули. И вот такие люди приносят системнички тоже. Это я просто интуитивно говорю. Это не к тому, что плохо или хорошо. Просто такая категория клиентов есть. И это системнички как раз-таки от такой категории клиентов, по моим ощущениям. Они пришли вдвоем. Сказали... Я прям при них буквально открыл крышечку. Вот так ужаснулся, но виду не показал, что внутри находится. Проблема в том, что у них, говорит, синий экран. То есть барышня позвонила, говорит, на синем фоне белые циферки. Здрасьте, на ремонтик? Прервемся и продолжим. Отвлекли нас не зря, друзья. Поэтому быстро смотри. Сейчас только что забежал молодой человек. Номер заказика уже новенький. 1422. И забежал еще молодой человек по имени Никита, который является человеком, который в свое время забежал и решил не убегать отсюда. Он очень грамотно поступил. И теперь он помогает нашим хорошим идеям реализовываться. Проблема у человека такая. Вот Никита здесь сразу займется, и вам будет заодно интересно. Будем сразу две проблемы решать. Смотреть. Ух ты ж, какой красавец, друзья. Это у нас, кто его знает, чего стоит одна видеокарта? В X550 на сегодняшний момент. И на сегодняшний момент, знаете, проблема такая, Никит. Тухнет в играх. Поэтому не будем загадывать, чтобы тут не было с виду понятно. Давай разберись, пожалуйста, почему этот аппарат тухнет в играх. А если будут какие-то интересные моменты, мы обязательно их расскажем. Поэтому Никита приступает к заказу номер 1422. А я дорасскажу. Остановился я на том, что у нас... Смотрите, друзья, какая проблемка. Люди пришли, оставили. Я прям при них посмотрел. И сказали, синий экран. Синий экран с белыми точечками, с белыми буковками. В принципе, логично. Первое действие, которое в таких моментах я проверяю, это состояние жестких дисков. Но для начала, перед тем, как я проверил жесткие диски, я уже снулся. Я же вам сказал. Помните, теперь навидеться сразу на комп. Вот что бывает, когда компьютерная техника живет своей жизнью. Открываю крышечку. У-е-бой. Посмотри. В принципе, друзья, если бы... Вообще, каждый парень в глубине души всегда хотел быть, знаете, кладоискателем, путешественником. Вот все, что связано. Тут смотри. Если постараться... Что это такое? А, это какая-то резиночка. Ладно. Тоже, ну, в общем, здесь своя жизнь, друзья, атмосфера. И вот в такой атмосфере компьютер выдает синий экран. И знаете, что самое интересное? Ну, в принципе, жесткий диск у вас в состоянии нормальном. То есть, быстро я его проверяю. Начинаю прям при них. Говорит, нас семерочка устроит. То есть, перестанавливаем банально систему. Начинаем ставить семерочку, и аппарат полностью намертво зависает. То есть, просто аппарат у нас зависает при установке. И сейчас он тоже ничего не делается. Вот попытка выйти в бут-меню завис. Написал вообще к мостчик. Чек сам бэт. То есть, у него еще проблемы с батареечкой бьются. И давайте попробуем с вами разобраться, что же тут случилось. Но для начала я предлагаю все это дело хорошенечко продуть и вдохнуть немножко вторую жизнь. То есть, вот такая у нас сегодня будет проблемка. Думаем, как ее решить. Поехали. Даня мне поручил продиагностировать компьютер и выявить проблему. Ну, для начала что? У нас тут WS-550. Они славились своим тем, что не умирали. Поэтому я сразу скачал у сети. И сейчас посмотрим, вырубится ли он сразу после начатия стресс-теста. Все. Он потух. Но сейчас, конечно, перекинем блок на наш. Вот у нас есть тестовый залма на 1000 ватт. Посмотрим. Если эта проблема уйдет, тогда проблема только в блоке. Ну и потестим еще. Ну что, ребят, проблема, я думаю, решена. Уже идет вторая минута стресс-теста. У нас все не выключается. Правда, температура, да, большевата. Ну, тут понятно, пыльно все, охлаждение небашенное стоит. А так, в принципе, да, вся беда была в блоке. Сейчас мы его вытащим, разберем и посмотрим, какой фиксик там что натворил. С тем блочком все понятно. С этим блочком куда более не такая радужная картина. Потому что, ну, во-первых, нет, радужная, конечно. Полностью все продуто. Команда чуть не задохнулась. Теперь меня половина офиса ненавидит. Тем не менее, чтобы хоть что-то с ним продолжать делать, это было необходимо. Теперь смотри, как он себя ведет. После того, как мы его просто продули, чтобы он немножко вздохнул. Зато хоть приятно, хоть приятно на него смотреть. И, к сожалению, друзья, за кадром я уже подключил, картинки нет. Пусто. То есть мы продули системничек, и картинка у нас исчезла вовсе. Тогда хоть включалась, но зависала. Сейчас у нас вообще ничего не включается, ничего не делают. С чего мы будем быстренько с вами начинать? Это заодно, если вдруг у вас такие проблемки, это трэблшутинг называется. Прямо при вас, чтобы вы все понимали. Мы помним с вами, что у нас последнее, это была ошибочка КМОЗ. То есть давайте быстро проверяем батарейку биоса. Смотрим. Двушка, 1,99, вон ты можешь посмотреть. Конечно, маловато, маловато, чтобы нормально это дело держалось. Поэтому не откладываем все эти моменты в долгий ящик. Быстренько все это дело выкручиваем в видюшку, меняем батарейку КМОЗ. И более того, поскольку у нас здесь есть встроечка, можно попытаться от нее запустить. Здесь у нас в данном случае феномчик. Так что минус одна комплектующая, которая не нужна для запуска. Мы ее смело сейчас с вами убираем. И заодно сможем сделать две важные процедуры. То есть избавляемся от подозрительных моментов, связанных с видеокартой. Хотя видеокарточка простая. И когда видеокарта простая, обычно она, знаете, из строя не выходит. Сомнений на нее практически никаких зачастую нет. Опа, убрали. Берем, сразу достали. Вставляем сразу полностью рабочую исправную. И давай попробуем теперь еще разочек запуститься. Уже с заранее исправной батарейкой КМОЗ. Опа. Кстати, пока мы пытаемся запустить наш системочек, смотрите, что дело. Мы помните, все-таки Эргостолт нам прислали, вот этот, которым я работаю. Обзор так до сих пор еще и не вышел. Все дело в том, что мы сняли полностью этот обзор. Отправили на подтверждение его. И там я искренне говорил, что у меня есть некоторые моменты с нюансами. И ребята, знаете, из Эргостолтона говорят, стоп, ничего не выпускаете. Они прислали полностью, как называется, господи, вся эта штуковина. Как называлась, Никит? Ножки. Шасси. Шасси, рама, рама. Они прислали полностью новую раму в черном цвете, чтобы мы заменили, чтобы у нас не запоминались положения. То есть вот эти слетали периодически. Вернее, запоминаются положения, но слетают. То есть я пользовался пультиком. Они сказали, не вопрос, полностью другую раму нам выслали. А тут у нас... Я это уточню. Ну, да, это в любом случае, это же видео у нас выйдет так или иначе. Случай действительно редкий был, но меткий. И здесь у нас также запуска нет. К сожалению. Давайте идем дальше методом понимания всех вещей. Смотрим, что у нас есть. Когда ты чистишь от пыли, зачастую пыль летает куда угодно. И, понятное дело, залетает туда, куда не нужно. В данном случае с лотооперативной памяти. Вон еще остатки былых, назовем так, пылевых запоров. 2 гигабайта, 2 планочки от Kingston. И мы ее сейчас обезвредим. Глянь, ты посмотри. Слушай, ну неудивительно, с такими окислами. Прям вот окислы, вот окислы, вот окислы. Прям вся оперативная память в окислах. Кстати, по этой причине вообще очень сильно вероятно, что может все зависать. Ну, с этого мы и начнем. Протрем. Радужные новости, ну вернее, предрадужные. Да, мы хотя бы увидели картинку. То есть, после того, как прочистили слоты оперативной памяти. Но опять, по-моему, у нас все зависло. Ну-ка, а нет, перезагрузить мы сможем. Ну-ка, если мы вставим с вами установочную... Фрешку. Вот она. Получится ли у нас выйти куда-нибудь? Давай, run setup. Wait. Есть. Setup у нас есть. Хорошо. F11, boot menu. Boot menu is missing. Давай еще разочек. Есть. Ну что, сейчас быстро пойдем в процесс установки и посмотрим, зависит ли у нас этот аппарат или нет. Если нет, значит проблема все-таки простенькая. Если зависит, будем разбираться дальше. Но надеюсь, что все у людей будет хорошо. Друзья, вот насколько вы крутые, то что уже тысяча человек на YouTube-канале парня с Сашей, который мастер удаленный. Поэтому, мужики, я еще раз вас благодарю. Вы творите чудеса. А мы идем дальше. Тяжелый, если честно, сегодня день. Очень много всего. И то, что все не покажешь. Но тут, с этим аппаратом, по итогу, что оказалось? Сейчас все прекрасно работает. Уже даже настроено изумительно. По итогу, если вы, аппарат держите вот в таком плохом состоянии, просто окислый на оперативной памяти, улетевший BIOS и, что там еще было? И, естественно, система из-за того, что все это тухло, врубалось синими экранами, тоже улетевшая. Полностью настроен рабочий. У Никиты, понятное дело, все было с блоком. Уже аппарат тоже готовый, по сути, полностью рабочий, настроенный. Там все быстренько обошлось. Давайте теперь, как я обещал, подзакончим историю вот с этим, с этой прикольной штукой. Кстати, есть у нас одна идея. Как вы смотрите, тоже черканите в комментариях. Мы купим аквариум. И нашли уже минеральное масло, которое, знаете, заливает железо. То есть, представьте, какой кайф. Поместить что-то наподобие такой основки в аквариум, залить это водой и посмотреть, как это работает. Вы это скоро увидите, друзья. Потому что мысль уже такая идет. Высокие настройки, друзья. 4К-разрешение. Мы имеем 50 кадров в секунду. 2,800 на процессоре мы держим. Загрузка, кстати, видеокарточки 83%. При этом CPU на 51 загружен. И 10 гигов из 76 оперативной памяти съездил. То есть, Cyberpunk на этой основе, на двухсокетной, вообще без проблем себя прекрасно чувствует. И при этом очень приятно, что у нас очень плавный фрейм-тайм. То есть, нет, знаете, вот таких статоров, которые действительно раздражают. Да. Если в Cyberpunk процессор загружен на 50%, получается, ну, второй же процессор можно как-то использовать? Ну, там, в браузере сидеть. Безусловно. Ты должен понимать то, что здесь, по сути, две материнских платы слеплены в один. Здесь два чипсета. То есть, полностью. Сам принцип. Идентичные платы просто слеплены на одном текстолете. Поэтому ты хоть два Cyberpunk параллельно запускай и себя чувствуй хорошо. Процессоры, получается, отдельно работают друг от друга. Нет, абсолютно нет. Опять же, есть-то это так, то же самое, как с видеокарточками, допустим, сло. Какие-то игры могут это задействовать, какие-то игры нет. В данном случае, конечно, такой сумасшедший многопоток не нужен. Просто половина этого всего просыхает. Понимаю. Да. Насчет просыхания. Мы знаете, на чем сегодня закончим, друзья, с вами? Потому что мы закончим на том, что есть вот эта посылка. Посылка от нашего, наверное, одного из самых преданных подписчиков, спонсоров нашего канала. И он очень попросил, там тоже ситуация достаточно интересная. И попросил супер быстро, оперативно разобраться. Потому что это не для него. Там семья достаточно нуждающаяся. И нам нужно понять, у них есть ноутбучик. Смотри. Заглядываемся сюда. У них есть ноутбучик, который с какой-то историей, который нужно сделать. Поэтому мы достаем. Это тоже прислали на ремонтик. А этот аппарат достанем. И сейчас увидим, что нам с ним нужно будет сделать. Это будет на концовочку сегодняшнего ролика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Алло. Валер, скажи, дружище, я только что распаковал аппарат, который для семьи, я так понял. Правильно? В двух словах еще раз скажи. Это для кого чего? Да, да, да. Значит, смотри. Это семья такая. Ну, не особо обеспеченная. Четыре человека, многодетная. Это одноклассник моего сына. Наша задача. Я смотрю, я его включил. У него смарт-детект. То есть у него проблема с жестким диском. Правильно я понимаю? Да. Жесткий диск там однозначно под замену. Там нужна SSD. И он еще не включится, потому что у них совсем нулевая батарея биоса. Ага, я понял. То есть у нас батарейка КМОЗ. Жесткий. И прокачать его. Правильно? Прокачать. Он ни разу не обслуживался. То есть там его нужно почистить. Если возможно, да, там, ну просто меняется в них или нет. Валер, все, не слово больше. Да. Не слово больше. Это под концовочку сегодняшнего видео. Я сейчас кое-какой маленький быстрый эксперимент сделаю. Так что ты сегодня даже увидишь. Все, отлично. Там один ребенок с ДЦП, друг у другого порог сердца. Он с 8 класса ходит с этим. Ну, я так скажу. Для нас это для нас уже привычно. Так что будем помогать. Давай, Валер, все, спасибо. На связи. Да, все, отлично, Даня. Давай, счастливо. Спасибо тоже очень. Давай. И вот под концовочку, чтобы действительно было интересно. Все. Задача введена, кстати. Это посмотрите, какой классный пробучик. Пробук 6540B на Core i5 первого поколения. И знаете, я вот на эти наклейки смотрю с таким большим уважением. Потому что это целая эпоха началась именно отсюда. Это уже больше 10 лет, больше декады прошло, когда этот аппарат вышел. И он до сих пор живой. Вот насколько крутые аппараты. Все спрашивают, какая модель там хорошая, HP плохие, HP... Вот. Больше 10 лет проработал, еще будет столько же работать. И знаете, поскольку я... До сих пор держит... До сих пор батарейка держится. Насколько я эти модельки люблю и уважаю. Здесь не так просто. Но если мне память не изменит, мы прямо сейчас сможем проверить напоследок, поддержит ли этот процессор Core i7. Этот ноутбук Core i7 процессор. Поэтому быстренько сейчас раскручу. И что самое интересное, насколько я помню, здесь доступ к процессору из-под клавиатуры. То есть нам нужно сейчас клавиатурочку будет поднять, и у нас будет доступ к самому Core i5 первого поколения. Смотрите, какой кайф. Вот эта моделька мне почему-то именно этим нравится. То, что необычное расположение системы охлаждения. Сразу у нас батареечку, про которую нам говорили, она здесь находится. Ее можно будет сразу нейтрализовать. Все это мелочи жизни. Давай, не обманули ли нас? Слушай, батарейка-то заряженная. Интересно, почему она пишет. Это уже другие, кстати, моменты батарейки. Здесь заряженная. Ладненько, давайте проверим. Интересно, кстати, чего оно вдруг. Смотри, за что HP не люблю, это за то, что они делают необычные Феликс винтики. То есть здесь, грубо говоря, не знаю, как точно называется, шестиграничек. Идет. Вот с ним, конечно, приходится постоянно биточки менять, что не очень приятное. Но теперь, Никит, слушай, сможешь помочь, пожалуйста, поддать седьмое первое поколение? Здоровый ноутбучный у тебя там рядышком с тобой лежит. Опа. Мы сейчас быстренько, к сожалению, нам придется все-таки поднимать шлейф матрицы. За 20 км уже подойдет? Да, там есть новые, но новые, ну формально новые, конечно. Процессор, ух ты божечки ты мой, посмотри сразу. Это вот такой вот агрегатик под конец рабочего дня нам достается. И теперь интрижка. Пройдет ли апгрейд сразу? Вот, посмотрите, как интересно выглядит. Процессор и встроенная видеокарточка. Вот так было разделение на два кристалла. И прекрасно это функционирует. Давай. Какой такой цвет странный. Нет, тут ничего, цвет никакого странного нет. Это заодно сразу у них тут защита, чтобы радиатор, видишь, на всякие мелкие смд-компоненты самого этого не попадал. Видишь? Вау. Если это соприкоснется с радиатором охлаждения, конечно, это будет не очень дружище. И вот, посмотри, красавич. Ай-5 в сторонку. И здесь, конечно, А7-720 кем. Не знаю, поддержит, не поддержит. К сожалению, у... Нет, по-моему, на него сколоты эти уголочки. А этот прям нульцевый. Да, и давай рискнем. Все, залез. Слушай, неужто мы сейчас за секундочку сделаем такой крутой обрез? Это реально у нас все штука заработает. Но не факт, потому что, к сожалению, у первых поколений очень много всяких заморочек и с ревизиями, и с поддержками, и чего только здесь нет. Причем, знаешь, что еще такой момент? Здесь нету встроенного... А-а-а-а! Б... В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З. Ну да, слушай, мы не запустим сейчас ничего. потому что я так радовался жизни а видюхи то здесь нету дискретность чего запускать а и седьмом она не предназначена ну ладно хотя посмотрим как себя аппарат ведет в таком случае если в него вставлен по факту поддерживающего его процессор будет но сожалению да чё ты так поспешил так обрадовался что надо переборщил ладно здесь у нас опять это по факту будет максимальный процессор который он сможет поддерживать хотя давай посмотрим получится ли у нас что-то или или нет момента моря да 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 мы конечно снимаем это легкое разочарование ну да и к картинке к сожалению нет ничего нам запускать но процессор раскалился мгновенно о пошел полный да ну ничего отдаем дань уважению дань уважение этому хорошенькому аппарату к сожалению вот чтобы вы знали те кто спросит можно ли прокачать кора 7 куда угодно но к сожалению нет некоторые данном случае процессор у нас не имеют встроенной графики как тут соответственно картиночку мы не увидим если то есть у вас нет дискретки в ноутбуке ты получаешься полностью система рабочая но без видеокарты то есть по сути если как в компьютер не вставлена абсолютно никакая видеокарта поэтому процессор здесь не проапгрейдить но зато можно будет проапгрейдить оперативную память сайт ssd и людям настроем это уже абсолютно другая история главное что сам по себе аппарат хороший на этом друзья мы закончим смотрите я вам знаете закончим мы на хороших ребятах потому что все снимаем снимаем я ерунду всякую болтаю но женька сегодня много работы проделалась сейчас со стареньким x50 asus замена разъема была полная профилактика точно тут огромное царство аппаратов идите сюда вот тут творится тут тут творится да что у тебя какая прелесть а вот смотрите смотрите это о боги чтобы понять какую маску точнее это называется когда ты входишь в положение людей это джойстик но вернее его данном случае оболочка от диджай то есть квадрокоптера и человек пришел очень сильно просил у него развалились абсолютно все втулки и то есть женька вместе сашкой тут сидят творчеством занимается просто укрепляет восстанавливать что хоть как это вот смотрится это страшно других вариантов нет отвратительный абсолютно пластик и чтоб хоть что-то держалась приходится иногда вытворять исключительно в исключительных случаях таким приходится заниматься но вот женька уже второй день с этой штукой борется и я вообще молчу потому что саша у нас здесь инженерный бог в прямом смысле слова сегодня ну не сегодня вернее уже завтра будет замена родионовского виде видеочипа также кстати вот интересный момент я подпоследок говорил про профессиональные буки про про вучки в редких случаях вот здесь как раз идет это уже более свежее так статья второе поколение интеловских процессоров в данном случае с анди бридж там у нас по факту первое это второе тоже пробук но с дискретной графикой родионовской и здесь человеку не повезло к сожалению родионовская графика вышла из строя будем ее полностью менять но чем плюс то что и 7 процессор имеет встроенную графику уже на втором поколении то есть пошли немножко такой историю на сегодня получается то есть вот два разных аппарата последний который я крутил и у сашки на замену виде чипа усовершенствовались в чем-то но в чем-то болячки у них остались но техника сама по себе хорошая ну конечно же на этом мы уже точно завершим друзья потихонечку собираем мысли чтобы делать ремонт нового офиса очень много всяких моментов нюансов но главное двигаться главное жить и жонглировать апельсинами только своими то есть находить эти события что у вас все хорошо получалось ладно мы устали увидимся с вами завтра когда немножко поспим и отдохнем пока пока вот это вот лайки телеграмм чеки все ссылочки комментарии очень сильно нас поддерживать я безумно нам это все приятно и нравится увидимся с вами до увидимся завтра пока пока